Период самоизоляции как повод для укрепления семьи. В частности, хорошая возможность наладить взаимоотношения с детьми. Такие советы дают психологи. Чтобы совместное времяпровождение приносило радость, необходимо соблюдать всего несколько правил. Каких расскажет Мария Данник. Период вынужденной самоизоляции, когда привычный ритм жизни нарушен большой стресс. По утверждению психологов, чтобы он прошел менее болезненно как для взрослых, так и для детей, необходимо соблюдать всего несколько правил. Особенно в период, когда многие родители работают из дома, дети перешли в режим дистанционного обучения, а многие малыши не посещают детский сад. Очень важно соблюдать режим дня, чтобы хоть как-то держать в рамках, как-то ограничивать себя такой дисциплиной, как режим дня. То есть до какого-то определенного времени это учеба, уроки, какие-то домашние дела и, естественно, время для себя в том числе должно присутствовать. Из-за длительного пребывания друг с другом в семьях могут случаться конфликты. И это потому, что все люди разные, а не потому, что кто-то из членов семьи вдруг стал плохим или изменился в худшую сторону. Особенно агрессивными становятся подростки. Они могут реагировать как-то агрессивно, очень так негативно, быть настроены по отношению к своим родителям. Но хочу вас заверить, что это абсолютно нормально для подросткового периода. Они таким образом отстаивают себя, отстаивают свои границы, проверяют ваши границы, границы взрослых. И, безусловно, необходимо их воспитывать в какие-то воспитательные моменты. Но ограничить это очень тонко с тем, чтобы не стать ребенку каким-то врагом, нетругом в их глазах. В настоящее время очень важно учиться диалогу. Формирование семейственности очень кстати, говорит Дарья Руднева. Так что сейчас верным способом укрепления семьи станут новые совместные дела. Например, готовка ужина по новому рецепту или совместный просмотр кино.